Биск Биск Нам с тобой выпало летать Ну и что, что так немного толку И с того, что кому долетать В прошлом году участвовал и был первым И в этом году опять же я попал первым Ты фартовый парень получается? Возможно Или наоборот Возможно наоборот Волновался как вообще выходить первому? Все равно волновался Я как-то надеялся, что в этом году хотя бы подальше немножечко Хотя бы вторым? Да, хотя бы вторым Надо было меньше думать об этом Возможно Я прошу зал Жемчуга в волосах Изумруды Вот я только фонограмму не подыскал Почему? А потому что это группа Скорпионс И нету такой фонограммы Ее переводил Клочков на русский язык Ну нету, не нашел я такой фонограммы А сами сыграть нет? А сами сыграть у меня гитару украли в прошлом году Скажите, почему решили принять участие в конкурсе «Поющий город»? А вот потому что на пенсию вышел Времени стало много Свободного И, ну как, дети посоветовали То есть дети отправляли «Иди, папа, давай пой» Иди, папа пой И жена Ха-ха-ха И днем и ночью лишь она передо мной И не водой в нее молюсь, а ей одной Стой! Не покидай меня, безумная мечта В раба мужчину превращает красота И после смерти мне не обрести покой Я душу дьяволу продам за ночь с тобой За ночь с тобой Я выбрал произведение очень красивое и довольно-таки сложное Ну, как бы показать свои возможности Ну и слушаться оно тоже будет приятно, я думаю Ну и что, удалось раскрыться на сто процентов, как вы считаете? Слышал, забыли один раз слова На сто? Нет, нет, не удалось Почему? Почему так случилось? Ну, маленько переволновался, я как бы первый раз все-таки выступаю И у меня индивидуальное вот такое выступление Оно первое Потому что раньше я бывал, выступал с вокально-инструментальным ансамблем В хоре выступал Ну, как бы я чувствовал, что за мной там ребята стоят, да, и так далее Вот, а тут я один Если сердце твое стало храмом любви То чужое так сложно понять И в закрытую дверь ты с надеждой стучишь в себя Опять Только шелковое сердце Шелковое сердце Не пылает и не болит Только шелковое сердце Шелковое сердце Никак-то не будет любить Ваше шелковое сердце болит или оно у вас не шелковое? Расскажите У меня вроде бы ничего не болит Первый раз принимал участие в этом мероприятии Скажу честно, было сильное волнение Вот даже сегодня Выходя сюда, я боялся, что просто забуду текст Просто не знаю Ну, первый раз так у меня, что я попал на этот конкурс Как бы три года все я хотел И вот наконец-то Моя мечта свершилась Лесом, полем, улицей бережком Наши годы катятся колоком И еще до старости 200 лет Потому что старости вовсе нет Вовсе, вовсе нет В прошлом году дуэтом? Дуэтом Почему нынче сольный? Ну, мы подумали, что опять дуэты не пройдут Поэтому сольный решил По жизни чем занимаетесь? Откуда вы? Я из Сталицы Советский район По жизни как На земле работаю Выращивая гречку для города Поете этой гречке? Ну да, бывает, что Пою в комбайне Какие, как правило, песни запеваете? Наверное, веселые, бодрые, чтобы гречка перла А все, пою Поцелуй на моих губах Горит огнем И вся музыка сейчас ему о нем Я хочу, чтоб это был сон Но, по-моему, я не сплю Я болею тобой Я дышу тобой Жаль Люблю я Болею тобой Я дышу тобой Жаль Но я тебя люблю Олеся, я слушала вас, я была в зале У меня мурашки были, честно, вот даже до сих пор мурашки Вот, если бы камера близко снимала Было бы видно Почему эта композиция лирическая? Это от души? Это про вас или просто понравилось? Нет, я, в принципе, наверное, всегда мне ближе было исполнять Даже когда в караоке пела Какие-то такие, ну, драматические романсы Я всегда любила петь Малинина И вот как-то выбор мой пал на Елену Ваенга И плюс, что это просто аккомпанемент под клавиши И я подумала, что, наверное, больше смогу свой голос как-то показать на публике, на жюри В караоке поете, я так поняла Соточку набираете? Да, набираю соточку, но чаще всего почему-то набираю ее, когда пою композицию Yesterday Beatles Почему не спели ее сегодня? А, не знаю, почему-то вот именно Елену Ваенгу выбрала Два ангела во мне Черный и белый Один как свет Ну а второй несмелый Один смеется А второй заплачет Два ангела во мне А не иначе Помолюсь всем святым Помолюсь Я прощения просить Не боюсь Владимир, мы знаем, что вы работаете охранником в Росгвардии Это так? Да Как-то песня в работе вам помогает? Ну, так сказать, водители, которые проезжают через наше КПП, просят что-нибудь исполнить, когда есть свободная минута Как правило, что исполняете? По настроению или есть какая-то заготовка на каждый день? По настроению я исполняю все, от папсы до шансона, от рока до рэпа, все подряд, без исключения, под настроение Нет ничего круче Забах от Гуччи Куртки от Габбана Туфель и Катра, да-да-да-да-да-да Сумки от ИТО Косметики от Диор Часики Шинель О-о-о-о И перед нами топ-модель, но что? Ты-ди-ди-ди-ди тупая Ты-ди-ди-ди тупая Ты-ди-ди-ди тупая Пая тупая ты Ты-ди-ди-ди тупая Ты-ди-ди-ди тупая Ты-ди-ди-ди тупая Пая тупая ты Итак, Сева, ты наш постоянный уже участник, третий раз к нам приходишь Мы тебя уже и в армию проводили, кстати, как в армии это было? Ты там пел? Да, я там пел Что пел? Все пел Была гитара, я и пел Тебя просили или ты там хотите нигде слушать? Я сам, да, я говорил, уходите, я буду петь У тебя была гитара? Нет, я ее там находил где-нибудь Но там были гитары А я думала, ты пел акапеллу? Это тоже было В душе натираешься и поешь Здорово, слушай, ну сегодня ты у нас пришел и пел свою песню, расскажи Как пришло вдохновение? Специально для нашего конкурса ты ее написал или это уже из загашников? Это из загашников, песню уже больше года В общем, было такое дело, что один мой друг предложил мне вместе с ним делать коллаборацию и концерт Я говорю, ну давай сделаем, но говорит, у тебя песен мало, напиши еще семь У тебя месяц Я, ну ладно, написал Семь песен за месяц? Да, из этих семи песен только одна вот эта выделилась, которую я сегодня пел Для тебя, для тебя, для тебя Самым лучшим мне хочется быть Все земные пути я могу обойти Все моря я могу переплыть Ты поверь, ты поверь, ты поверь Я сумею всем сердцем любя С неба звезды достать, чтоб единственным стать Для тебя, для тебя, для тебя Для тебя. Кому позвятили? Ну, естественно, жене Кому еще можно посвящать такую песню? Жена как вообще отнеслась к тому, что вы придете сюда на отборочный тур поющего города? Ну, я... Или не говорили ей? Нет, почему говорил, я на ней репетировал Это как, вы на ней репетировали? Не на ней, на ней А, на ней На ней репетировал, ну как, заставлял слушать Как она? Ну, как она Ну, сказала идея, единственное, что постарайся получить удовольствие, а остальное там не главное В итоге получили удовольствие? Смешанные чувства, я еще не понял А вы детям на уроке поете? Нет, если я еще им запою А что такое? Да нет, ну там совершенно другое, ну извините Ну сегодня октябрьский, вот недавно изучали октябрьскую революцию Так какие песни? Марсельеза или Вихри враждебные? Петь Не, не пою Мне все равно, где и когда Только бы мне умчаться туда Светом храним стал бы моим весь этот мир Если б могла Я бы отдала все, что угодно Чтобы хоть раз на берегу день провести Я так хочу Чтоб на земле Стало бы Я, наконец, свободна Чтоб скорее Стать Срослее Встать И пойти Варвара, вот ваша песня меня сегодня просто вернула в детство Почему «Русалочка»? Почему эта песня? Я выбрала эту песню, потому что это всегда был мой любимый мультфильм Моя любимая песня, моя любимая героиня Поэтому я решила, почему бы и нет Довольна своим выступлением? Да У меня получилось сделать большую часть того, что я планировала И, на самом деле, я просто довольна тем, что я смогла выйти и спеть, наконец-то, свою любимую песню А до этого где пели? До этого... Ой Дома, наверное Ну, дома Дома еще, конечно, в детстве занималась в коллективе, но это было не профессиональное исполнение Сегодня был полный зал, это помогает, это отвлекает для вас? На самом деле, когда зал полный, мне немножечко проще даже настроиться Потому что вот эта вся эмоциональная энергетика людей, она даже немного помогает И я росла, как будто в поле Василёк А впереди уже лежали сто дорог За рассвет золотой, за кленовую грусть С дорогой стороне пояс я поклонюсь За слезами в глазах я стою чуть дыша Песня сердце моё, а Россия душа Пою очень часто дома под караоке К музыке меня привили мои родители Они оба у меня баянисты-самоучки Поэтому всё моё детство прошло с песнями под баян Можно сказать, что с трёх лет я уже начала петь Профессионально никогда этим не занималась, но попеть очень в компаниях люблю Баян не рвали? Баян не рвали, но играть пробовали Получается? Конечно Я работаю в военном комиссариате города Бийск То есть вы парней отправляете в армию? Да, да Вы им поёте? След песни, да Обязательно напутствуем славянка Всегда быть вместе не могут люди Всегда быть рядом не могут люди Нельзя любви, земной любви Былать без конца Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считай огни, сжигая сердца Любви всё время мы ждём, как чудо Одно из единственных ждём, как чудо Хотя должна, она должна гореть без следа Скажи, узнать мы могли откуда? Узнать при встрече могли откуда? Что ты моя, а я твоя Любовь и судьба Анастасия, всё же, зачем же люди друг друга любят, сжигая сердца? Любовь это, наверное, единственное, ради чего стоит жить Я в этом году, вернее, в прошлом году стала мамой И поэтому для меня любовь само по себе Стала таким понятием всеобъемлющим Поэтому, наверное, и выбор выпал на эту песню Любовь ради неё вообще, в принципе, стоит жить, дышать Находиться на этой земле и делать мир краше У вас дебют в проекте «Поющий город»? Да, я в первый раз Поэтому я ради сына Потому что у меня сын Богдан Богом данный, наверное, меня сподвиг Дал смелости мне Я здесь Он огукал, когда вы уходили, желал удачи? Да, он меня нацеловывал, намиловывал Желал мне удачи, мне щёчку тоже потрепал Маленечко прическу поправил, чтобы я лучше выглядела Так что очень, даже очень рад за то, что я здесь За слёзы твои, милая моя За письмо под подушкой в три строки За сына своего прости меня За приговоры в большем от руки За праздники на кухне у плиты Посылку с перевесом в триста грамм Которую не приняли менты И за маляву тайную, друзья Прости меня, прости Па-да-па-да-па-па Прости меня, прости Мамуля-мама-мама Мамуля-мама-мама Ты вообще чувствуешь себя виноватым перед матерью своей? Да, есть такое Есть такое, поэтому ты выбрал такую песню? Ну я вчера у неё извинения просил, поэтому да Вообще нравится петь тебе? Да Какое направление предпочитаешь больше? Больше шансон, ну такие душевные песни мне нравятся Любого жанра, но главное, чтобы они душевные такие были, человеческие Жюри как отреагировали на твою песню? Ты смотрел вообще, как они на тебя смотрят? Ну конечно смотрел И? Ну я думаю, я их заинтересовал однозначно Были парни около, а теперь уже не водятся Улетели соколы, улетели не воротятся Пой, гитара звонкая, от заката до зари Ой, да чего ж она не громкая, эта песня любви Пой, гитара звонкая, у цыгана на груди Ой, полюбила бы мальчонку я, да где ж его найти? Ха! Ну все-таки нашли мальчоночку-то, которого нужно полюбить? Нашла, конечно, дома сидеть с двумя детьми Как отпустил? Поддержал вас в вашей инициативе спеть на весь город? Поддержал, но с таким трудом отпускал Прям такую красавицу-то вдруг кто-нибудь увидит по телевизору? Да, спасибо большое Почему эта песня, почему решили именно ее исполнить? Ну у меня было три варианта Я пришла как бы со своими коллегами по работе посоветовалась Они выбрали почему-то именно эту И муж тоже так одобрил, сразу сказал только эту Хотела медленную, лиричную, но почему-то сказали Мне надо яркий, веселый номер Ну я и остановилась на нем Ну один загибает мотор Закрывают глаза на приборе Я пытаюсь, но не понимаю Для чего людей так много кидают Мне об этом сейчас Я думаю, я думаю, я Ничего опять не придумаю Кто-то на балкане пались Кто-то пустовек падал вниз Я пока рисую мосты А ты, а ты, а кто ты? Кто-то на балкане пались Кто-то пустовек падал вниз Я пока рисую мосты А ты, а ты, а кто ты? Ты выступал в прошлом году? Ну да Ты в прошлом году уже задумывался о том, что ты будешь участвовать в новом сезоне Почему ты... Нет, не задумывался То есть не хотелось дальше идти? А тут, опа, на, и решил. Да, я как-то спонтанно решил. Кто помог тебе принять это решение? Самостоятельно или нет? Самостоятельно. Никто не помогал. Я сам самостоятельно решил это. Ты учишься или работаешь? Пока учусь. А где учишься? На кого? В БТИ на строителе. На строителя? Да. А вот в УЗИ в своем часто поешь? Нет, вообще не. Вообще не поешь? То есть никто не знает, что ты поешь? Я в БГК пел. Когда в БГК учился, я пел там. А музыкальную школу там что-то заканчивал? Нет, заканчивал ничего. То есть просто такой пел самоучка? Просто, да. Музыкант-самоучка. А играешь на музыкальных инструментах? Пока нет. Думаю, научиться на гитаре играть. Пока нет. Не уйдет. Ты знаешь, мама, он какой, он не такой, как все. Он не такой, другой, надежный, ласковый, родной. Он только мой, он мой, а я за ним, как за стеной. Ты знаешь, он, он такой смешной. А я до слез наговорилась тишиной. Ты хоть во сне, побудь еще со мной. Татьяна, лирическая композиция у вас такая была. Почему именно она? Потому что, как бы, 27-го числа, день матери, я решила исполнить эту песню. Всем матерям и бабушкам там, что вот это. А у вас есть дети со мной? Да, я многодетная мать, у меня трое детей. Третьему ребенку два годика будут в январе. А самому старшему? А самому старшему 9 лет. Ну, он так как придумывал, сказал, мама, давай, иди, мы за тебя болеем, ты у нас лучшая. Да, вот как бы, я их сейчас тоже учу петь, ну, как бы, чтобы они вместе со мной ходили и пели. То есть у вас будет группа своя семейная? Ну, постараемся. Есть ли какие-то у вас секретики, чтобы не нервничать на сцене, чтобы не волноваться? Да нет никаких секретов. А общепитением занимаетесь давно? Когда впервые взяли микрофон в руки? Ой, мне, наверное, было 10 лет. Со школьной скамьи, что пою. Что за песню вы исполнили тогда? Первая песня моя была Наташа Королевой «Маленькая страна». Хорошо прям помню. Сокруши зверский голод, шаурмания, король уличной еды. Вкусная, сочная, сытная, супер-еда для супер-тебя. Предзаказ шаурмы по телефону 8-913-025-25-55. Не устанавливайте натяжные потолки, пока не позвоните нам. Натяжные потолки «Седьмое небо». Звони сейчас. Праздник ближе, цены ниже. Ювелирная сеть «Золото России». Праздничные скидки до 50% «Золото России». Не знаю, в сердце разорваться может любя. Не знаю, как душой расстаться, жить без тебя. Ты боль моя, любовь моя. Я все тебе отдам, любовь моя. Я все тебе отдам, любовь моя. Всю тебя. Ты боль моя, любовь моя. И на тобой стану солнцем я. Я не тебя. Для своего выступления ты выбрала достаточно сложную песню Анни Лорак «Солнце». Почему именно она? Потому что мне нравятся ее произведения, и у нее какие-то по себе глубочайшие такие песни, и мне нравятся их петь сами по себе. Они, да, тяжелые, но у них есть какой-то глубокий смысл. И поэтому я взяла эту песню «Солнце». Как ты думаешь, справилась? Получилось ли у тебя? Ну, да, справилась, но под конец что-то у меня немножко голоса дрожала, и я конкретно все запортачила. Но я надеюсь, что судья меня... Ты думаешь, они не обратили на это внимание? Да, я надеюсь, что все обойдется, поэтому все будет нормально. Что вначале ты так хорошо спела, что у меня отели рот, и все, и потом уже... Да, 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 так что все будет нормально, я надеюсь, вот. Довольно? Да. Внутренние ощущения, вот, сейчас можешь передать, что... Вот сейчас у меня прям энергия хлещет, прям, честно слово, я прям вообще из краев. То есть ты готова еще взять микрофон и снова спеть? Только уже без фальши. Еще минута, и я пойму, что мы друг друга потеряли. Я забуду, что в прежней жизни мы любили и желали. Еще минута, и я поверю, что ты останешься со мною. Еще минута на прощанье, и последнего прости, она как будто обещание наше прошлое спасти. Еще минута, и я поверю, что ты останешься со мною. Не знаю, как с остальными, но с одной ты останешься на пару минут ближайших, это точно так. Расскажи, почему же именно эта композиция лирическая, а голос у тебя такой сильный достаточно? Понимаете, я как-то утром проснулся сегодня, думаю, что бы мне спеть на «Поющий город», ну и решил такую песню спеть. Тем более мой друг пел ее на галоконцерте в прошлом году, Владимир Долгихов, оказался победителем прошлого сезона фестиваля «Поющий город». То есть ты думаешь, она тебе станет талисманом и поможет тебе победить, да? Ну, думаю, возможно. Так, расскажи, доволен ли ты своим выступлением, или что-то пошло не так, или все великолепно? Поначалу голос дрожал, волновался сильно, а потом, ну, более-менее как-то пошло нормально. Видел реакцию жюри за выступлением? Я не смотрел на них, думаю, нормально было. А куда смотрел? Я глаза закрывал. Ну, и вообще вся жизнь, это музыка. Играю в переходе, пою на концертах некоторых, на свадьбах, юбилеях. А в переходе играешь на гитаре? Да. Один? Ну, и один, и с друзьями, как получается. Вот, скажите, пожалуйста, вот мне, Андрей, то есть играть в переходе, это же, как некоторые, вот, мы собираем деньги, а другие, нет, я хочу петь для людей, для публики. Для вас это что? Ну, для меня, в первую очередь, научиться не бояться публики, чтобы все проходили на тебя, смотрели, вот, кто-то там поет хорошо, плохо, критиковали, или наоборот, там, благодарили тебя за хорошие песни. Не главное деньги, главное душа. Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить? Так же падает листва в стадах, и придумать не могла земля. Как прожить ей без него, пока он летал, летал, и все звезды ему отдавали свою нежность. Лен, скажи, как удалось справиться с волнением? Потому что, когда ты пела, вроде бы оно не чувствовалось. Ой, это так просто, наверное, казалось, что оно не чувствуется. То есть ты умеешь его скрывать? Ну, да, получается так. А на самом деле волновалась? Действительно, да, у меня до сих пор руки дрожат. От чего? Давно не выходила? Нет, я всегда выхожу, я вообще люблю сцену, я постоянно выхожу, и постоянно... И мне нравится этот кайф, мне нравится этот адреналин. Прям вот я прям получаю от этого кайфа. Но каждый волнуется, не волнуется, только тот, кто, наверное, даже профессионал волнуется. Как ты считаешь, ты справилась с поставленной задачей? Ну, скажем так, на 98 процентов. То есть если бы ты пела в караоке, ты бы себе поставила 98 баллов? Да. А как ты думаешь, что тебе жюри за это поставит по десятибалльной шкале? Ну, хорошо, если хотя бы шестерочку. То есть шестерочке ты будешь довольна? Пока да. Забук ромкуют топоры, буйные головы сечь. Но и народцем кольчугой звенит русская речь. И от перелеска до звезд высится белая рать. Здесь, на родной стороне, нам помирать. Нас точит земя Орды, нас гнет Ермова сон. Но в наших венах степит небо славян. И от чудских берегов до ледяной голы. Мы все, это наша земля. Все это мы. Обычно у нас тут пели все больше лирические композиции, а у вас какая-то такая патриотическая. Почему именно она? Ну, ох, я даже сейчас не знаю, что сказать. Что-то переволновался слишком. Даже как-то ноги тряслись. Ну, не знаю, наверное, ну, любовь к родине, что ли. Память предков, как-то. Что-то такое вот. То есть это не пустые слова для вас? Нет, ни в коем случае. Не пустые. И кровь славян, она течет в нас, во всех. Я в это верю очень сильно. Как попали к нам на проект? Почему решили прийти? Я вижу, что вы прям волнуетесь. Ну, да. Ну, на проект, как бы, очень хотела моя мама, чтобы я пошел. Но из-за работы у меня не очень выходило это сделать. Но сегодня вот выдался день. Я выбрался и приехал сюда. Зарегистрировался. И вот я здесь. Зарегистрировался. Ну, что, слово начальнику автотранспортного цеха, да, я так понимаю? Ну, это автоколонны. Автоколонны. Андрей, зачем ты девчонок довел до слез? Видел? Девчонки плакали. Ну, что теперь сделают? Ну, как бы так. Люблю я доводить их до слез своими репертуарами, скажем так. Почему выбрал такую композицию? Она мне эта песня почему-то по душе. Очень-очень я ее люблю. Я ее пою давно. Наверное, уже лет пять я ее пою, эта песня. И она мне очень нравится. И душевно, и всяко. А волнение было? Потому что я не заметил его, если честно, со стороны. Нет, конечно, волнение было. Ты сейчас больше волнуешься, ни в виду, да. Куда без него. Ты на свете самая красивая. Ты моя, щедрая душа твоя, широкая, Ты моя Россия, синяя. У моей России небо синее, У моей России люди сильные. Не страшны тебе ни горе, ни беда, Ты, Россия, будешь жить всегда. Ты, Россия, будешь жить всегда. Ты, Россия, будешь жить всегда. Почему именно эта песня, расскажите? Я даже не знаю, почему. Просто я уже выступала с этой песней у себя в учреждении, поэтому решила выбрать ее. В каком это учреждении? В следственном изоляторе. А это уже интересно. А для кого вы выступали там? Ну, для нашей, на 9 мая, для ветеранов, для участников, для нашего праздника, который у нас сотрудник в СИЗО и тюрем, также выступала. А чем вы занимаетесь в СИЗО? Работаю младшим инспектором. Как вот совмещаете, просто интересно, как же так получилось, что вы и поете, и в СИЗО работаете? Ну, пою я просто сама, я нигде не училась. Просто пою с детства. Они уже привыкли. Я работаю, хожу и пою. Ходите, поете, в смысле просто, просто ходите и поете. Да. Что предпочитаете исполнять тогда? Ну, в основном, наверное, вот что-то с патриотическим уклоном. Да, лирическое что-то такое, романтичное. Мой темный ангел смустился с небес, Где твои крылья остался срез? В глазах надежда, надежда и страх. Кто это сделал? Он был не прав. А звезды манят следить высоко. Их слишком много, потеряться легко. Возьми мои крылья и можешь лететь. Назад не вернешься и что теперь? Иван, как давно вообще поете? Да пою-то я с детства, наверное. Но пишу где-то... В 14 начал стихи писать. Потом где-то в 21, может быть, в 20 начал песни писать. Потом на долгое время забросил. Вот где-то два года уже продолжаю творчество под псевдонимом «Джентльман». Почему «Джентльман»? Вообще, если честно, это мой ник в играх. Вообще, у меня когда был, была такая идея взять. Все-таки надо брать какой-то интересный псевдоним. Тем более, я в основном пишу не в этом стиле, а в стиле рэп. И мне нужен был какой-то оригинальный псевдоним. Я подумал, почему бы не взять этот. Как правило, твои песни, про что они? Разные. Есть про любовь, есть про жизнь, есть про мою судьбу. У меня достаточно нелегкая судьба за мои 27 лет. То есть, совершенно разные. С ледников горы Белухи река начинается. Среди скал и гор больших вниз к нам пробивается. Подбирая по пути ручейки и речки. А на лавой так и прет. Бойтесь, человечки. Я с гитарой играл ее, пел. А почему сегодня без гитары? Я играю громче, чем пою. Вы написали книгу, посвященную Алтаю. Что за книга, расскажите. Мой Алтай. Ну, там и сатира, и песни, и обыкновенные стихи. Ну, и немножко прозы. Почему именно про катунь сегодня решили спеть? Я так понимаю, песня-то у вас не одна. Тем более, именно эта песня в книге не напечатана. Да, это и нет. В книге она одна из первых, во-первых. Ну, и как-то она не попала на флешку, которую я издателю давал. И вот она и осталась мимо. Чтобы все-таки кто-то ее увидел, услышал, вы поэтому именно решили ее спеть. Раз она не попала в книгу, пускай ее услышит биск. Правильно. За окошком пали саде, расцвела сирень. Только ветки обрывает кто-то каждый день. И бросает мне букеты с мочи до зари. Только мама мне сказала, дочка, не бери. Только мама мне сказала, дочка, не бери. Верю, мама, верю, только и ты плыви. Для меня его дороже, нет никого теперь. Для меня его дороже, нет никого теперь. Сегодня сильно волновались? Сильно волновалась. Что-то у меня прям как-то, видите, и... Горлышко мне не хватало воздуха, чтобы дотянуть. Может быть, надо было что-нибудь для сугреба? Нет? Нет. Нельзя. Почему нельзя? Ну, как бы не рекомендует, что никак бы не положено, что это. Вы знаете, у нас есть такой участник, который... Да? Нет, я нет. Не можете предположить, кто это был? Понятия не имею. Честно. А если выйдете в финал, сможете спеть «В роще пел Соловушка»? Смогу. А можете чуть-чуть напеть ее? В роще пел Соловушка, там, вдали, песню о песню и о любви, песенка знакомая и мотив простой, ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Спасибо, вы мне тоже очень нравитесь. Спасибо. 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 Я только там, где нет меня, вокруг тебя невидимый, ты знаешь, без тебя нет дня, ты знаешь, без тебя нет дня, прошить нельзя невидимый. Ты расстроена? Я? Я нет, не расстроена. Почему нет эмоций? Улыбнись хотя бы. Да? Да просто я все силы отдала зрителям. Поэтому, ну, в принципе, хорошо прошло выступление, мне понравилось. Почему ты взяла такую душевную песню? Ну, наверное, потому что она со смыслом. Она о том, что... Ну, то есть я в нее вложила то, что без веры нет жизни. То есть там говорится, там нет меня. То есть без веры нет вообще ничего. Я шла сюда для того, чтобы настроила себя, для того, чтобы просто выступить. Главное – участие. Не то, что ты там победишь или еще что-то, а просто главное – участие. Кто первым услышал, как ты поешь? Ну, наверное, родители. Что они сказали? Вой в комнате услышали. То есть вначале ты забывала? Да, да, да. Что родители говорили тебе? Ну, родители практически ничего не говорили, честно сказать. Но поддержки никакой не было. А тебя это расстраивало как-то или нет? Нет, нет. Мне просто хотелось... Вот душа поет, и... И ты поешь. Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя. Любовь моя, для кого твои глазки горят, для кого твое сердце стучит? Ну, Геннадий, ну вы-то наш уже постоянный участник. Вы даже нарисовали плакат в честь нашего фестиваля. Видео. Как вас так пришло вдохновение? Ну, вдохновение. Может, показали по телевидению сцену, где будет проходить. Думаю, маленькая сцена, думаю, там эфир, все такое. Думаю, вот ты мне вдохновение посвятила. Расскажите, вот в этот раз у вас песня уже другого, репертуара готовились ли долго? Я так понимаю, год весь, нет? Распевались? Ну, я еще выступал. У меня там гастрольная жизнь тоже бывает. Гастрольная жизнь? То есть вы уже звезда после нашего проекта стали? Ну, как, приглашают время от времени с благотворительной концерты, там, помощь малоимущих, там, все. И где выступаете? В каких сценах вас можно найти? Ну, в деревне бывает, по деревням. Я, в частности, в Заринске был, город Новосибирске уже пробовал, сам себя, ну, как, ну, в принципе, мне интересно, понравилось, поучаствовал здесь, потом дальше, дальше и... А если так сложится, что ты не пройдешь дальше, будешь приходить на шестой-то наш фестиваль? Ну, как будет, там уже как получится. Может, ты станешь нашим талисманом уже, который постоянно... Может быть, я не знаю. Праздник мира, праздник счастья, ты был молодой. Шумно венский вальс крутили мы тогда с тобой. Звон медали ради сердца, блеск в глазах. Живы мы остались, друг мой, и счастье все для нас. Те атаки, перестрелки, взятия языка. И вернуться домой бодрым, там ждет твоя жена. Перед тем, как выступить, вы сказали, что не любите петь с этими прибамбасами. Почему? С какими прибамбасами? Ну, вы сказали, что вы без прибамбасов будете петь. А, так у меня ни гармошки, ничего. У меня хороший друг. Вот, он, значит, слепой музыкант, да? У него один зуб торчит. Он на текстилке работает в художественной самодеятельности. Но он уже старый, старый. Я думаю, Саш, может быть, и у меня раз здесь язык на крючок. Он болеет. Как давно песни такие пишете? Я с 7 лет. С 7 лет? И куда это все? Да никуда, он в чемодане лежит в доме. Штук 300, наверное, песен и стихов, и хрен я знаю. Так, вот, шалтай-болтай, по жизни иду, и все. Я парила в невесомости, я искала берег свой. Вел меня по краю пропасти, за собою образ твой. Прошлое опять, так хочу бежать. Нет дороги назад, но куда идти не знаю. В этом ты виноват. Я искала тебя сто лет. Я искала тебя всегда. Я звала тебя сквозь города, Сквозь, как никто другой. Я искала тебя во сне. Я искала тебя наяву. Кто же скажет мне, для чего без тебя живу? Вижу, что вы прям волнуетесь, вы на эмоциях. Почему чуть не заплакали, это вы сейчас мне рассказали. Да, это же мечта моя, детство, школы, юности. Я всегда хотела петь, хотела выступать. Ну, родители посчитали, что несерьезным поступать в институт культуры, но я считаю, что если мечта есть, то она обязательно осуществится. И вот мне 30 лет, и моя мечта наконец-то осуществилась. Я спела. Каким бы ни был результат, я вкладывала душу в эту песню. Мне очень хотелось попасть на этот конкурс. Надеюсь, что я пройду и дальше. То есть мы помогли вам мечту детства осуществить? Да, это вообще, вы не представляете. Это для меня такой день торжественный. И все мои друзья меня поддерживают, все мои родные, близкие. Они знают, как для меня это вообще нужно и важно. И какой я человек. Я очень люблю выступать, петь, люблю своих друзей. Ну, возможно, я сегодня волновалась, конечно, но не без этого. Но я в целом как бы старалась. Ну, ладно. Сокруши зверский голод, шаурмания, король уличной еды. Вкусная, сочная, сытная супер-еда для супер-тебя. Предзаказ шаурмы по телефону 8 913 025 25 55. Не устанавливайте натяжные потолки, пока не позвоните нам. Натяжные потолки «Седьмое небо». Звони сейчас. Праздник ближе, цены ниже. Ювелирная сеть «Золото России». Праздничные скидки до 50% «Золото России». Когда из дома уезжал, я клятву миленькой давал вернуться на порог. Когда морожка зацветет, но за весной весна летит. А я по-прежнему в пути. Не плачь, родная встреча впереди. Эй, пролетает путь дорожка. Эй, цветет ягода морожка. А ты ждешь меня, грустишь одна. Эй, летом полем перееду. Эй, до любимой я доеду. Эй, а за околицей стоит весна. Андрей, ну вы зажгли. Пойдемте со мной. Зал даже не сдержался. Раньше положено. Начал вам хлопать. Как песню выбирали? Она такая веселая? Ну да, веселая, бодрая. Вообще, честно говоря, хотел спеть другую сначала. Какую? У беды глаза зеленые. Ну, волнение. Подумали, что не справитесь, не вытяните? Ну да. Мне просто интересно, почему я выбрала вас для интервью. Вот у вас я обратила внимание 1 января день рождения. И у меня 1 января день рождения. Я просто подумала, мне захотелось найти, что же общего у нас с вами. Я вижу глаза зеленые у нас похожи. Но я не пою, а вы поете. Да я тоже как-то пробую, пытаюсь. А можете для меня сейчас петь? Ну, что-нибудь короткое из любимого. Без музыки, не знаю, наверное. Не смогу. Все-таки я поняла, что хоть мы с вами родились 1 января, мы совсем с вами разные. Но ничего страшного. Думаю, это хорошо. Удачи вам! Смету судьбы замыкает порой Стоимость пистолета Да и у черта охотников строй Жаждущих в лед Спить вам звонят от Бога Запишите номер Да погоди немного Я ж еще не помер Дай мне это царство Выпить до конца Эх, жалко, нет лекарств Супротив свинца Для чего поете? Для друзей Для друзей Мы собираемся На вывод На 15-е На 28-е мая День пограничника На день ВДВ Мы всегда собираемся В кафе, где есть музыка, микрофон И там поем А вам кто-то говорил Что у вас хорошие вокальные данные Вы занимались в школе? То есть это от природы у вас? Ну я не знаю Так пою, как пою Нет, я ничем не занимался Ну я самовочка на гитаре Все Почему решили прийти сюда На поющий город? Друзья заставили Любовь, как воздух, как свет Не видимо держит нас На этой бренной земле Всегда дает второй шанс Она не знает границ Неведомый ей гнев и страх Она горит, как огонь Только в чистых сердцах Любовь Ольга, я так понимаю, что вы не только вкусно готовите Но и вкусно поете Вы же повар, я так поняла? Да Что вас связывает с музыкой? Ну я давно с детства пою Ну просто люблю петь Вы довольны своим выступлением? Ну как вам сказать Быть всегда, ну невозможно быть довольным всем Потому что одна только я знаю Какие нюансы где И что произошло Волнение присутствовало? Сильно Как вы пытались побороть волнение? Может, как будто есть у вас секретик? Ну я просто попыталась себя успокоить Еще молилась Помогает? Очень Шел отряд по берегу Шел издалека Шел под красным знаменем Командир полка Эй, командир полка Голова обвязана Кровь на рукаве След кровавый стелится По сырой траве Эй, по сырой траве Сергей, расскажите Что вообще заставило вас Сегодня пройти сюда? Мама записала Вот звонит сегодня утром Вот уже рассказывал Друзьям никто не Звонит утром Ты сегодня на концерт идешь Я говорю, на какой концерт? Ну, самая песня города Там туда-сюда Я тебя записала Ну вот А маме не откажешь, да? Маме никогда Маме нет И папе тоже А как получилось Что вот именно Эту песню исполнил? Ну, вот только сейчас придумал Только сейчас вот Думаю, какую спеть Знаю больше ста песен Любую думаю Ну, вот какую придумал Такую спел И без минусов То есть, получается Вообще не готовился? Ну, я каждый день пою В принципе На машине еду, пою Как много лет Но мне любовь спала Мне это слово И эта песня Эта радость Будто солнце не остынет Не сможешь ты уйти От этого огня Не спрячешься Не скроешься Любовь тебя настигнет Ольга, песня потрясающая Хочется эту песню петь Хочется людям Добру и любовь дарить Да Как вы считаете Вот проект Поющий город Нужный проект? Это хорошая площадка Для тех, кто мечтает попеть? Да, я считаю Что это очень Очень хороший проект Потому что Человек, если он творческий Он Должен поддерживать это И если он не будет Это поддерживать У него это все затухнет В любом случае Он будет Не получать удовольствия А сейчас вот глядя На такой вообще Хороший, хороший Очень еще раз хороший Вот этот проект Я смотрю, что у нас Очень-очень много людей Которые хотят Показывать себя В творчестве Ты любишь жареную рыбу А я люблю тебя Я стану жареной рыбой Ты полюбишь меня Рыбосек 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 Ребята, что за рыба хекта у вас была? Жареная? Песня про любовь. Песня про любовь. Да, изначально, песня про любовь. Почему выбрали такую песню? Ну, потому что это оригинально. Это рок-н-ролл. Это наша жизнь. Да, это панк. Панк рок-н-ролл, да. То есть вы хотели показать что-то оригинальное, да? Да. Высили ты из толпы. Да, то все поют там это, Лолиту там, Пугачеву там, еще что-то там, ну, то, что все знают уже. Но это мало кто знает, как бы. Мы решили вот так выделиться из толпы. Как думаете, вам это удалось? Конечно, удалось. Брат поднял уровень, он показал, что он может. Я майка сложанул там, ну, было там пару моментов, да. Но, в принципе, братом я доволен. Мы один день песню учили. Вчера вечером и сегодня утром. Все. Мы вышли, вот, исполнили. Но брат показал, конечно. Я сегодня вообще не спал ночью. Ты волновался? Конечно, нет. Конечно, нет? Да. Я уверен, и все спели мы, мы красавцы, я думаю. Реакция жюри. Жюри, да, я видел, они все орали. Они оценили. Ну, то есть смеялись. Я не поверила Примету давнюю Цветет черевука По голоданию По голоданию К ветрам неистовым Цветет черевука Цветет душистая Ирина, песня-то у вас до боли душевная, до печальная. Почему она? Потому что я ее знаю очень давно, 40 лет назад. Я ее услышала первый раз. Ну, вот решила на пятый год сходить спеть. То есть без этой песни никуда, с черемухой не расстаемся? Дерево-то красивое. Ну, и дерево красивое, и песня красивая. А песня печальная? Ну, и ладно. Печальная тоже должна петь. Да, согласна с вами. Я на вас посмотрела, я вас послушала, и почему-то сложилось такое мнение, что, наверное, когда вы собираетесь с друзьями, с родными, с близкими, вот вы обязательно поете, я не ошибаюсь? Да. Это точно. А что поете, расскажите. Ну, черемуху, естественно, и всякие застольные песни, ну, всякие, в общем-то. Я к тебе приходил, и в морозы, и в зной, я тебе говорил, я тебе говорил о любви неземной, что ты очень нежна, и на все я готов. Но тебе не нужна, но тебе не нужна внеземная любовь. Фантазер Фантазер Ты меня называла Фантазер А мы с тобою не пара Ты умна Ты прекрасна, как фея Ну, а я А я люблю все сильнее Что вас привело на поющий город? Расскажите нам. Ну, поющий город, ну, просто попробовать себя, почему бы нет. Для людей попеть, пускай слушают. Где учились петь? Где дома, нигде не учились. А как связалась ваша жизнь с песней тогда? Ну, как бы, природа одарила маленько. Ну, за что я спасибо большое. Что еще умеете делать, кроме как петь? На каком-то инструменте играете? Да, я играю на гитаре, на гармонии, на аккордеоне, на пианино. Сама ручка, все, нот не знаю. Как на гармонии? Друзья поддерживают, когда вы поете? Любят, когда вы исполняете что-то для них? Конечно, очень любят. Душа компании. У природы нет плохой погоды Каждая погода благодать Дождь и снег в любое время года Надо благодарно принимать От звуки душевной непогоды В сердце одиночество печать Ей бессонет пористные сходы Надо благодарно принимать Надо благодарно принимать Ну, раньше нет, я не занималась А кто вам сказал, что? Марина Николаевна, вы можете петь Да никто, сама пошла и все И то есть, приняли, сказали Отличный голосок, будешь с нами ездить Ну, не отличный голосок Не, ну вы же хорошо поете Вот мне понравилось, честно говорю Не знаю Почему вы выбрали такую песню? Вы на самом деле считаете, что у погоды нет плохой погоды? Всегда прекрасная погода Даже жители советского района так считают Да Недавно у вас ураган там был Ну, что? Все прошло Я не буду сто лет убиваться опять Из Нахара просить, чтоб вернули тебя Ты захочешь меня, я любовью клянусь Ты захочешь меня, только я не вернусь Почему Меладзе, почему я не вернусь? Вот так получилось Нравится? Да, конечно же Красивая песня Меладзе красивый Меладзе талантливый в первую очередь И красивый В тот день, когда рождалась я Любовь к тебе рождалась тоже Я так похожа на тебя Мы так с тобою не похожи Хотя друг друга иногда Не слышали и не понимали Что руки добрые твои Всегда меня оберегали Мамины руки Мамино сердце Нежно хранят Минуты детства Мамино сердце Мамины слезы Нужно понять Кристина, как думаешь, тебе удалось справиться с волнением? Ну, думаю, что удалось То есть особо не волновалась или все-таки? Нет, ну, я уже достаточно давно, что пою и уже привыкла А как давно поешь? Ты в детскую школу находила или нет? Да, я пою с пяти лет Мне уже двадцать И вот уже как-то привыкла Прости меня за непокой За дерзость и за непокорность Прости, что именно с тобой Свою показывала гордость В ответ В ответ ты не находишь слов Лишь улыбаешься встала И я пойму твою любовь Когда однажды мамой стану Мамины руки Мамино сердце Нежно хранят Минуты детства Мамино сердце Мамины слезы Нужно понять Пока не поздно Что так легко Ее обидеть Своих ошибок Не увидеть А мама просто Хочет рядом быть Ну как выступление? Как оцениваете сами? Ну, мне самой понравилось Я не ожидала, конечно, от тебя такого Но мне понравилось Наверное, вы думали о маме в этот момент? Конечно Я всегда, когда пою песни Представляю то, что в песне Чтобы спеть так, как надо Не смутило то, что буквально за два человека до вас Была исполнена та же самая песня Никак настрой-то не подпортила? Нет Ну, потому что каждый по-своему хорош Думаю, что я нисколько не хуже И всегда лучшая для себя СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А на утро сам пришел Стал в окошко звать Я вам два ведра принес Буду помогать И пошли мы поводу Поводу, поводу По такому поводу Забыли ведра взять И пошли мы поводу Поводу, поводу По такому поводу Забыли ведра взять Ирина Петровна, вы специально сюда приехали из Салтонского района, чтобы выступить на кастинге «Поющего города»? Да. В интернете узнали про «Поющий город», долго собирались, наконец настроились и приехали. А как выбирали репертуар? Репертуар сложно, конечно, выбрать, он очень большой. Но решили, что надо немножко повеселить. Тут что-то все песни грустные. Спроси мое сердце, с кем хочет он успеться? Спроси мою душу, запреты все нарушив. Узнаешь этой ночью, с кем слиться сердце хочет. У кого это ждать целых четыре, да нет, наверное, пять часов до своего выхода? Ну, очень волнительно, но не было мысли развернуться, уйти, не появлялась у меня такой мысли. Все-таки я пришла и должна была спеть и доказать себе, что я могу, и я справлюсь с этим волнением. Субтитры создавал DimaTorzok Мари, ты единственная из участниц, кто выбрала песню на английском языке. Почему? Ну, я не особо люблю песни на русском языке. Мне больше нравятся, как сказать, иностранные исполнители. Вот, и как бы такая песня мне очень сильно понравилась, решила ее спеть на конкурсе. А ты понимаешь смысл этой песни? Да. О чем она? Ну, она девушка, которая стала очень, как сказать, взрослой женщиной, которая начала очень нравиться мужчинам. Вот, и она себя начала называть такой опасной. За плечами белых два крыла До тебя я словно не жила Не видала лето, ни весны Только эти крылья я и ты За плечами белых два крыла До тебя я словно не жила Не видала лето, ни весны Только эти крылья я и ты Наталья, где ваши крылья? За спиной Песня великолепная Почему именно она? Такой период жизни переживаем в настоящий момент Именно такой От души? От души Да Про вас Про меня Отлично Как узнали про поющий город, почему решили прийти и показать себя? Узнала друзей Они же и привели, были поддержкой То есть вы сами идти не хотели? Ну, да, стеснялась Не верилась Каково это выйти на сцену перед кучей людей, перед жюри тем более? Очень страшно, очень волнительно Думаю, даже и не справилась с волнением Что-то очень страшное Сокруши зверский голод Шаурмания, король уличной еды Вкусная, сочная, сытная Супер-еда для супер-тебя Предзаказ шаурмы по телефону 8 913 025 25 55 Не устанавливайте натяжные потолки Пока не позвоните нам Натяжные потолки Седьмое небо Звони сейчас Праздник ближе, цены ниже Ювелирная сеть Золото России Праздничные скидки до 50% Золото России Праздник ближе, цены ниже И потерям Я не верю, я не верю Я в любовь земную верю И в бессмертие души Я таким тебя узнала О тебе всю жизнь мечтала И подругам всем сказала Что ты лучший из мужчин Скажи, тяжело ли было выступать Практически в самом конце? Ну да Очень тяжело, если честно Потому что Каждая песня, которая пелась передо мной Если она пелась замечательно Я понимала, что это очень красиво Мне очень хотелось идти домой Я просто мечтала о том, чтобы пойти домой Но решила все-таки Раз уж я Пять лет настраивалась, можно сказать Пять лет Каждый год я шла к тому, чтобы прийти на поющий город Каждый год я боялась В этом году я решила, что уже достаточно Пой, играй, гитара семиструнная Да разгони тоску мою печаль Прощай, жизнь моя цыганская Ай, ничего теперь не жаль Прощай, тепляцки, пляцки огневые Прощай, мой тапор, тонь, мой родной Моя родина И вики до поляна А мой отец цыган родной 48 Мое любимое, счастливое число 48 Вы завершили сегодня наш праздник Наш фестиваль Каково это? Песня у вас была такая душевная Точка-то какая была красивая у нас Где цыганин и дяди? Их маленько не хватало Ну, хотя бы сына Ну, не знаю, где они Не знаю, где цыганин Ну, да Есть что-то маленькое Расскажите вообще, как решились на то, чтобы прийти сюда и спеть песню? Ну, просто попробовать Так-то, в принципе, я как бы увлекаюсь этим Я, как говорится, уже 8 лет почти пою в ансамбле «Родники» Бийский олиминозавод Решил просто попробовать Так сказать, как получится Сегодня получили удовольствие? Ну, да А от ожидания? А от ожидания нет Механизатор, повар, охранник, предприниматели, студенты, пенсионеры Безработные тоже, кстати, были Кого здесь только не было Но главное, их объединяла любовь к музыке Любовь к пению И у них, кстати говоря, хорошо получается выступать на большой сцене Они не побоялись прийти сюда и показать свой талант И уже сегодня мы узнаем имена тех участников, которые 24 декабря на главной сцене Бийска выступят в предпраздничном новогоднем концерте Так что смотрим программу Не переключаемся Итак, финалистами пятого юбилейного вокального телефестиваля «Поющий город» стали Артем Скороходов Олеся Гададенко Варвара Смирнова Андрей Боровков Еще минута на прощание Оглянись и позови Андрей Куксин Помолимся за родителей Да все живы при небо жителей Ирина Табачакова Алена Чечель Где понимает небосвод Где понимает небосвод Что без тебя, о сироте Андрей Дроз Эй, пролетает путь дорожка Эй, цветет ягода морожка Эй, а ты ждешь меня, грустишь одна Игорь Бетюцких Вам звонят от Бога Запишите номер Сергей Струков Фантазер Ты меня называла Фантазер А мы с тобою не пара Алена Грибач Мамины руки Мамино сердце Нежно хранят Минуты детства Ольга Горбунова И вся планета Распахнулась для меня И эта радость Будто солнце не остынет Вот и завершился первый и единственный отборочный тур Пятого юбилейного вокального телефестиваля «Поющий город» Сегодня выступили 47 участников Мы их слушали 4,5 часа Женя, откуда они были? Алтайский район, Салтонский район, Советский район Но также были гости из других районов В общем, с каждым годом география участников «Поющего города» становится все шире и шире И это очень приятно нам, согласись? Соглашусь Итак, имена финалистов, которые выступят на галоконцерте в городском торце культуры нам уже известны И сейчас все вокалисты начинают готовиться к большому предновогоднему галоконцерту Который состоится 24 декабря на главной сцене «Бийска» Приходите и поддержите наших участников Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова